Начнем сегодня с главного события этого месяца – внутривузовского этапа чемпионата ССК. После регистрации большого количества команд на турнир осталось выяснить, каких встреч нам ожидать. В шоуруме в прямом эфире состоялась жеребьевка игровых видов спорта, таких как футбол, стритбол и волейбол. Кто с кем встретится на групповом этапе уже в ближайшую неделю, узнала Наталья Жирнова. Совсем немного остается до старта одного из самых важных спортивных событий второй половины сезона – чемпионата Ассоциации спортивных студенческих клубов России. В этом месяце в Казанском федеральном университете начнутся первые внутривузовские соревнования. По их итогам сильнейшие команды смогут выйти на всероссийский этап по разным видам спорта. Но каждое соревнование начинается с жеребьевки, где по своим группам были распределены женские и мужские команды по волейболу, мини-футболу и стритболу. Самое большое количество команд оказалось в мини-футболе среди мужчин. В соревновании примут участие 33 футбольные команды. Жеребьевка получилась очень интересная. Есть группы, где довольно равные команды. Это в первую очередь в группы, где соревнования по мини-футболу проходят. Есть новые команды интересные, составы обновились, поэтому нас ждет интересное соперничество, интересный футбол. Надеюсь, что ребята без травмы получат удовольствие и сыграют красиво. И пробьются дальше на финальное состояние. С каждым годом во внутривузовском этапе чемпионата участвует все больше и больше новых команд. Этот год не стал исключением. Новички турнира могут навязать борьбу фаворитам чемпионатов прошлых лет. Проект очень интересный, интересный для всех студентов. Очень интересно не только поучаствовать, но и победить. То, что в этом году много у нас первокурсников и второкурсников, это говорит о том, что проект движется в правильном направлении, забирая к себе все больше и больше студентов. Шансы, я думаю, в некоторых видах очень хороши у новичков, потому что есть ребята, которые в этом году пришли и могут составить конкуренцию и даже где-то победить. На жеребьевке Алексей Ливанов решил судьбу волейбольных команд. За место в финале поборются 17 женских и 13 мужских команд, разделенные на 4 группы. Особое внимание было выделено командам из набережной Челнинского филиала КФУ, которые в этом году будут впервые участвовать в чемпионате. В стритболе честь тянуть жребий выпала Валерия Хохлова, члена сборной КФУ по баскетболу. Среди женщин за победу во внутривузовском этапе чемпионата поборются вновь 17 команд. А вот в мужском стритболе выступает сразу 25 сборных. Валерия выделила, что среди мужчин в составах много хороших спортсменов, поэтому турнир будет достаточно интересный и напряженный. Среди женщин спортсменка выделила победителей и финалистов прошлых лет. Это «Братство кольца» и «Соник Икс». Заключительным видом спорта стал мини-футбол. Эта жеребьевка была самой ожидаемой, и провели ее Владислав Кузоро, член сборной КФУ по футболу, и Никита Лихачев, председатель ССК «Казанские юлбарсы». Среди женских команд Владислав выделил сборную КФУ, которая стала победителем как внутривузовского этапа, так и финалистом всероссийского чемпионата. Всего среди женщин выступит 8 команд. Интереснее дела обстоят в мужской части команд. Никита Лихачев подробно познакомил всех с каждой командой, отметив, что самое большое количество заявок пришло именно от Института международных отношений. Как видите, в первую очередь жду стритбол, потому что это очень быстрый вид спорта, в котором все решается в последние секунды, особенно если остается несколько секунд, команда ведет в одно очко, и кто-то трешку забрасывает, и просто в зал аплодирует все с открытыми ртами и так далее. Во-вторых, жду настольный теннис, но скорее не как зрителя, как человек, который, может быть, сам полюбительски, но сыграет, потому что это вид спорта тоже интересный, очень красивый и, на самом деле, очень энергозатратный. То есть, если посмотреть на игроков настольного тенниса, они постоянно двигаются, двигаются, это очень затратно и круто. Ну и футбол, конечно, с точки зрения зрителя, потому что мы будем с комментаторами эти игры, особенно плей-офф, так скажем, показывать. Заходом внутривузовского этапа ССК России можно будет следить в нашей программе. А финальные игры каждого вида спорта наш телеканал покажет в прямом эфире. Наталья Жирнова, Роберт Хасанов, Неделя спорта.